Доброго времени суток! На связи Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок. В этом уроке мы будем поднимать резкость вот этой фотографии. Я это сделаю обычным фильтром контурная резкость, но предварительно создам маску, которая позволит нам применить этот фильтр с необычными параметрами. Итак, давайте приступим к уроку. Ctrl J я создал копию фонового слоя и теперь применю фильтр. Фильтр, стилизация, свечение краев. В левом нижнем углу щелкаю по стрелке. Раскрывается список масштаба и я выбираю показать во все окно. Теперь вижу всю картинку в целом. У нас здесь три настройки. Ширина краев. Из названия понятно. Увеличиваю и края становятся побольше. Имеется в виду края объектов или контуры. Яркость краев уменьшаем. Картинка становится темней и соответственно яркость контуров становится меньше. Давайте поставим примерно где-то 15, я думаю, можно поставить. Смягчение уменьшаю. В результате у нас добавляются как бы шумы. Увеличиваю. У нас картинка смягчается и уменьшается количество всяких текстур, шумов, которые находятся не на контурах, а на других областях. Это как раз для нас очень хорошо, потому что мы с вами в принципе создаем здесь что-то подобие карты ореолов. Давайте я поставлю 8. Вот такой результат меня устраивает. Нажимаю кнопочку ОК. Но прежде чем нажать на кнопку ОК, я запоминаю, что у ширины краев я поставил цифру 2. Нам эта цифра сейчас пригодится. Теперь нам надо вот эти контура Ореолы немного смягчить. Фильтр. Размытие. Размытие по Гауссу. И здесь мы ставим радиус, примерно равный ширине краев или примерно в два раза меньшей. То есть у меня стояла цифра 2, я поставил 1. Вот так было, вот так стало. Чуть-чуть смягчили. Эти цифры, конечно, ориентировочные. Можно поставить плюс-минус. Но в целом надо ориентироваться именно на эту формулу. Радиус размытия по Гауссу должен быть равен ширине краев в фильтре свечения краев или равен половине этой величины. Нажимаю ОК. И теперь мне надо бесцветить это изображение. Shift-Ctrl-U. Эта команда находится в изображении. Коррекция. Обесцветить. Shift-Ctrl-U. Отключаю верхний слой. Он мне не нужен. Перехожу на фоновый слой и создаю дубликат фонового слоя. Добавляю пустую маску слоя. Маска активна. На эту маску я размещу сейчас слой 1. Изображение. Внешний канал. Раскрываю список слой и выбираю слой 1. Наложение обычное. ОК. Делаю активным сам слой. Именно к нему мы будем применять фильтр Контурная резкость. Я щелкнул по иконке слоя, по миниатюре слоя. Вокруг нее появилась рамочка. Вызываю фильтр. Перехожу в фильтр. Усиление резкости. Контурная резкость. И здесь ставлю вот такие очень сильные параметры. Эффект можно ставить практически на максимум на 500%. А радиус мы должны поставить примерно до единицы. Я поставлю 1. Было вот так. Стало вот так. Посмотрите, как у нас добавилась детализация на этих мелких цветах. Нажимаю ОК. Увеличиваю масштаб фотографии. И у нас появились некоторые проблемы. К примеру, это хорошо заметно на границе между горами и небом. Там появился ореол. Да и вообще у нас появилось слишком много светлых вот таких ореолов. Поэтому мы применим теперь следующий прием. Я перехожу на фоновый слой. Еще раз его дублирую. Ctrl J. Перетаскиваю этот слой выше слоя, где мы применили Контурную резкость. Добавляю туда пустую маску слоя. Маска слоя активна. Вызываю команду Внешний канал. Изображение. Внешний канал. Раскрываю список слой. И опять выбираю нашу маску, которую мы с вами создали. Слой 1. Режим наложения обычный. ОК. И теперь опять применяю фильтр Контурная резкость с теми же параметрами. Захожу в меню Фильтр. И у меня стала активна верхняя строчка. Если сейчас на нее нажать, то применится фильтр Контурная резкость с теми же настройками, которые я только что применял. Без открытия диалогового окна самого фильтра. Нажимаю. И получил вот такой результат. Теперь перехожу в меню Редактирование и выбираю Ослабить контурную резкость. Раскрываю список режимов и выбираю Затемнение. ОК. Вот так было. Вот так стало. Теперь нам осталось только подобрать величину непрозрачности слоя, где мы с вами второй раз применили фильтр Контурная резкость. Вот непрозрачность 0%, вот 100%. Мне кажется, процентов 50 будет довольно неплохо. Давайте посмотрим наш окончательный результат. Вот такая фотография была. Вот такую фотографию получили. Посмотрите, как замечательно у нас прорисовались цветы на переднем плане. Деревья слева, деревья справа. И в целом фотография выглядит отлично. Спасибо за внимание. С вами был Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok